Так, все мы в эфире. Доброе утро всем! Доброе утро всем, друзья! Надеюсь, все выжили после Пурима. Я чуть простыл, вот, поэтому сейчас бегу на шахарик. И хочу вот короткий вообще 5 минут дурок. Может быть, еще что-то вспомню интересное. Сейчас сделаем еще один короткий лайв сегодня. Значит, у нас недельная глава Китиса. Да, то есть недельная глава Китиса рассказывается о заповеди про красную корову. То есть заповедь, которая вообще непонятная. Да, то есть вообще непонятная. И за всю, из всех евреев смысл ее по-настоящему понимал только Машера Бейна. Даже Шлава Меллах, мудрейший из людей, вообще не понимал, что, зачем. Да, то есть, как бы, берется, там, нужна эта красная корова, рыжая или какая-то борода моя. Да, и тот, получается, у нас сжигается, чтобы очистить первосвященника. И, получается, тот, кто очищает, он сам, как бы, становится нечистым. То есть, ну, как бы, что-то вообще непонятное. И, как бы, у нас есть что-то, такие заповеди, которые называются Исхукин и Исмешпатим. То есть, есть заповеди Хукин, которые, это как уважение родителей, да. Потому что все, ну, логично, все понятно, да. То есть, сказано, да, что если бы нам не было донатора, то мы бы учились бы скромности у кошек и трудолюбию мы бы научились бы у муравьев. Вот. Но, слава богу, нам донатором нам не надо учиться у всяких насекомых. Вот. И, поэтому, то есть, есть какие-то заповеди, которые так понятны, так логичны. Уважай родителей, там, не убивай, не укради. Ну, то есть, все понятно, да, к этому, как бы, пришел сейчас весь современный мир. И ни у кого это не вызывает недоумения. А есть такие заповеди, которые вообще, наверное, абсолютно непонятны. И, как бы мы ни пытались, мы их не можем понять. Но, в чем суть, что мы должны их делать точно так же, как те заповеди, которые мы понимаем, и которые четкие и понятные имеют какой-то смысл и логику. Вот. По этому поводу есть крутая масса, которую я слышал вчера на уроке. Значит, был во время, там, в Польше, во времена, там, антисемитизма, был один, там, местный, там, не знаю, кто он, местный наместник. И решил настроить такой, какой-то спор между католическими мудрецами, да, и между еврейскими мудрецами. Вот. Ну, и, как бы, кто победит в этом споре, тот, как бы, проигравший должен будет, как бы, освободить это место, уехать из этого городка. Вот. Ну, как бы, а в городе мудрецов, как бы, еврейских сильно не оказалось. Да, и там каких-то даже студентов в Ешив не было. Вот. Ну, что делать, кого посылать? Тут, говорит, один партной, говорит, знаете что, я уверен в себе, я все знаю, давайте я пойду. Ну, они, ну, блин, ну, что, делать нечего. Ну, давай, иди. Ну, приходит этот спор, там собрался весь город, тут со стороны католиков, там какой-то архиепископ, вот, тут этот партной, ну, этот архиепископ смотрит. Ну, слушай, ладно, давай, если ты, короче, это, уступлю, я вижу, кто ты, знаю, кто ты, сам у тебя ботинки чинил. Ну, давай, в общем, ты первый, вопросы давай. Ну, такой бессендер. Этот портной, говорит, вот, я тут, как бы, открыл там один слайдер, скажи мне, как переводится с идиша фраза ихвестнич? Ну, это такой архиепископ смотрит, но я не знаю. Тут весь город такой, все, на него сразу налетел. Да, что ты вообще позоришь нас, тут какой-то портной, там начался скандал. Короче, сорвали все эти споры, уже потом подходят к нему на следующий день, там уже все эти с еврейской общины, ребята, говорят, слушай, ну, а как вообще, как ты так додумался? Ну, как додумался? Ну, я, как бы, начал готовиться к спору, понял, что я, как бы, как-то, читая, наверное, все-таки ничего не знаю. Решил открыть словарь. Открываю словарь. Ну, и, говорит, первая фраза, что мне попадается, написано ихвестничество, да, которое так и переводится, я не знаю. Ну, и вижу, написано, я не знаю. Думаю, ну, если словарь не знает, да, то, значит, точно верняк этот архиепископ тоже не будет знать. Да, то есть, как бы, история смешная, но что мы из нее учим, да, делать какие-то выводы? Что мы должны делать заповеди, которые нам понятны и которые непонятны с одинаковыми усилиями, с одинаковыми стараниями. То есть, если мы не понимаем, это не значит, что это неправильно. То есть, я вот, когда тоже начинал это соблюдать, то у меня была такая позиция, что Тора, вся Тора, это 100% истина. Что-то я сейчас не понимаю, окей, я к этому приду позже. Вот я сейчас понимаю это, я делаю это, но говорить, что там все остальное, это полный бред, это неправильно. Все остальное, вся Тора, все заповеди, понятные, непонятные, хуки, мишпатим, все 100% эмма, все 100% истина. Все, и так, как бы, со временем, то, что вам сейчас непонятно, будет понятно со временем. Но все равно все нужно делать. Все, я пришел на шахрит, всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok